Привет друзья! Вы на канале Блок Селянина. Начнем пожалуй с новостей. 30 марта ко мне приезжал снова кадастровый инженер, все тот же Андрей из компании землевостроитель НН. Координаты я оставлю в описании под видео. Суть его визита была в том, что он привез документы, также показал все мои точки земельного участка, которые были разнесены по карте, вынесены в натуру. Сейчас эти точки я покажу, хотя некоторые из них уже вы видели, а некоторые уже изменились. Передние точки, две эти не изменились, как и третья. Появились зато новые точки, которые были уточнены. Сейчас я их вам покажу. Вот этот вот металлический столбик, колышек, это не что иное, как новая точка. Следующая точка получается за этими кустами представляет собой такой же металлический столбик. Вот здесь, получается вот такой вот выступ на угол. Следующая точка находится вот здесь. Вот этот тонкий металлический столбик. То есть обзор выходит вот так, как линия, потом уходит на угол, где-то на два с половиной метра. Так, идем к следующей точке. В предыдущий выезд еще одна точка находилась вот в этих кустах, три тонких ветки. Но так как нужно было еще отступить где-то два с половиной метра в эту сторону, вправо точнее, чтобы участок был шире, то эта точка обнулилась и следующая точка будет находиться где-то в 100 метрах дальше по участку. Но ширина участка прибавляется на два с половиной метра. До той точки мы еще дойдем, а вот эта точка, она так не изменилась. Угловая точка соседнего участка слева получается. Так, мои стеллажи стоят. Вот этот металлический столбик тоже точка граница участка, но ее мы не выносили. Так как она и является промежуточной точкой и находится где-то по границе линии. Ее выносить было необязательно. Сейчас заходим немного на сторону соседей. Так как здесь очень много плодовых кустарников, через которые сейчас не пролезут, так как они не обработанные. Все нужно будет обрезать, частично выпиливать. В чем, возможно, мы и займемся весной. К чему говорю мы? Мы, это то есть я и вы будете смотреть, как я этим занимаюсь. Так, а вот мы уже и дошли до следующей точки. Вот эта следующая точка, забитый колышек. Прямо в центре кустарника. Но остается у нас еще две крайние точки. Сейчас мы идем по соседнему участку, а в обратную сторону уже пойдем по моему. Вот я и дошел до конца земельного участка. Открывается вот такой прекрасный вид на поля, на трассу, на промышленные строения. А граница вот она заканчивается. Вот этот столбик, этот справа граница и еще один столбик ниже, где-то должен быть. Вот еще один столбик, вот он. Получается один здесь и один здесь. А участок пойдет туда-вдаль. Здесь вот такой вот уклон. Но, как говорится, каждый рельеф по-своему хорош и можно будет здесь что-нибудь то тоже придумать. На дороге растет кустарник, значит она давно не используется и поэтому, то есть здесь никаких проблем возникнуть не должно. Все будет огораживаться. Пока не знаю чем, но в любом случае будет огораживаться. Сейчас покажу орешник, который растет на моем участке и на прилегающей к ней территории. Возможно вы уже ранее видели, но стоит еще раз посмотреть, так как почки, сережки увеличились, скоро будет ранний пыльциноз. Сейчас пчелы у меня уже облетелись, недавно смотрел их и возможно скоро сюда их перевезу, чтобы можно было их рассматривать в любое время и проводить вовремя работы все. В общем, в итоге выполненных работ получился вот такой вот участок, такой конфигурации, несколько нестандартный, как мы привыкли. В основном участки делают квадратными или прямоугольными, но здесь в ряду нескольких особенностей получилось именно так сделать участок. Границы теперь я свои знаю. Документы поданы в МФЦ в течение семи рабочих дней. Вся процедура будет завершена и можно будет приступать к основным работам на участке. На этом вроде бы пока все. Сейчас подумаю, что поделать и приступим. В общем, на втором выезде после уточнения изменилась только одна точка, это вот эта точка около дерева. Так как стало известно дистанции между этими двумя точками и она увеличилась где-то сантиметров на 30, столбик вот здесь вот стоял, был перенесен сюда. Почему так произошло? Из-за того, что здесь стоит дерево и оно нависает над этой точкой, прием со спутником был плохой. Эта точка была выставлена где-то примерно, поэтому она была немного неверно устанавливана. После того, как стало понятно расстояние между этими двумя точками, был выставлен колышек в точности, где он должен быть. В общем, как я уже сказал, кадастры работы завершены. Дом тоже уже поставлен на кадастровый учет, обмерен полностью. Теперь он имеет точное позиционирование на карте, точные площади, которые отображаются в документации и прочие нюансы. Недавно занимался сжиганием веток на территории дальше. Здесь остался некоторый небольшой мусор, как и здесь куча. В принципе, с этой стороны тоже, так как постепенно подгребаю то, что вытаивает за многие годы, что нападу от деревьев, от травянистой растительности. Все потихонечку согребается в такую кучу, которая будет в последующем убрана. Кстати, еще один момент из новостей. Купил себе фарклоп на Гранту, новый, с проводкой. Буду заниматься установкой, так как в любом случае он нужен. Нужен прицеп, возить что-то сюда, отсюда, всякие стройматериалы мелкие. Когда будет скот, нужно будет корма возить. А так как сейчас грузоперевозки стоят больших денег, мелкие товары и стройматериалы можно возить будь на прицепе. А то, что не габарит, уже придется заказывать либо газель, либо иной вид транспорта. Как уже ранее я говорил, то что купил фарклоп. Вчера занимался его установкой, все успешно установил. Осталось подключить электрику к розетке специальной и установка будет завершена. На данный момент приехал к себе, развел костер, решил сжечь всякий мусор, ветки и прочее, которые куча уже собрались. В общем, этим будем заниматься сегодня. В общем, кромпиченцы дач ways aan дорога Давай приготовим шарматериалыira mażenie скот и жарматерье Так и это закрывает звук В общем, смотрите, бруд지ятся Abra Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 как видите дверь до сих пор на месте все хорошо а вот такая здесь куча теперь все переместилось в одну точку в одно место частично удалось сжечь то чтоб более сухое было всякие ветки палки сухая трава мокрые же листья и всякой мелочь осталось вот здесь куча подсохнет ее тоже перенесу сюда будут потихоньку сжигать так как здесь очень близко постройкам и разводить костер нежелательно когда растает снег предстоит выкосить вот эту площадь заросшую золотарником все тоже согрести и сжечь возможно потом будет все это запахиваться так как у меня будут пчелы все скорее я засею фацели хотя не исключаю того то что может быть здесь какой-нибудь мини огород с посадками но это уже будет видно весной когда сойдет снег такие вот дела такие новости размышления всем кому понравилось это видео ставьте палец вверх подписывайтесь на канал если еще этого не сделали а я с вами прощаюсь друзья всем пока друзья до новых встреч